Мафию 2 Нашу квартирку Наш домик И сейчас мы будем им мстить Отправляйтесь в Джо Иду Пошли-пошли, если я бегу, он тоже бежит Не совсем, но Бежит Все, сейчас мы берем тачку И едем в бар Где, как нам Сказал его знакомый Обитают, в принципе, ирландцы Давайте возьмем тачку Блин, это разбито Дайте вот это Цвет, конечно, не совсем Хороший Можно сказать, поганенький Ладно, ты за ирландцами не следил, нет? Не, а что такое? У ирландцев новый босс Свать его, Микки Деснон На его место есть еще пара претендентов Так что он всем хочет показать, какой он крутой А ко мне это какое имеет отношение? Он двоюродный брат О, Нила А, теперь понятно А что, Хош, спорим Торчит сейчас в своей дыре И ржет над нами С остальными уютами Поехали, разберемся с ним Я про то же Похожих осталось немного Так что кабак можно взять с налету Заставить их врасплох И все дела Мне нравится план Уроды, дом не спалили к чертям Остынь, мы уже на подъезде Нам нужно захватить этот бар штурмом Ну что, с пистолетом, что ли, будем штурм устраивать? Ну вот, держи Спасибо С пистолетом? Хотя бы автомат дал бы Или обрез У ней дробовик Как мы будем Брать штурмом Барн Заполненный отморозками С большими пушками Очень странно Ладно, сейчас посмотрим Какое оружие он дал нам Хорошо, Джо нам помогает Не кидает Мы его тоже не кидания Выручали постоянно Ну, друган Хорошо бы-то, конечно Никогда он не подвел бы этот друган-то Все, мы доехали Вот это халупа Выходим Ах ты, паскуда! Мне дверь сбил Ах ты, мразь Это была моя новая тачка Джо Опа, заходим Вот они стоят Сволочи Да-да-да Привет-привет Вот это встреча Отличная Начинаются разборки Ах ты, тварь Ай-яй-яй-яй Он с автоматом Перезарядка Джо добил Почти Ахахаха Между ног ему стрельнул Надо того чувака снять У него же был автомат Мимо Где-то Сволочь Получи Мразина И один здесь Заныкался Сидит Влази, паскуда Вон он Получил Так, а какое оружие взял вообще? Давайте посмотрим И все? А, это Магнум А где у него автомат здесь был? Я видел, что стрелял кто-то С автомата Вот он Нет, это пистолет Ух, нихера себе Это че за херня? Ладно, возьму пока что Взять Где-где-где? Вот он Дай-ка сюда Отлично Другое дело Пошли, выходим Один живой остался у нас Так мы его догоним Паскуда А вот он здесь Все, готов Я его расстрелял Ха-ха-ха-ха-ха Один козел пострелять решил Поехали Не понял Какое ДТП? Я там чувака расстрелял в тачке Копы проезжали мимо Какого хера? Ничего не произошло Даже не поехали за мной Жесть Спасибо Вариант Не благодари, приятель Старова ты уже для меня У нас теперь другая квартирка будет, Джоном ее подогнал. У нас все сгорело, и деньги сгорели, и шмотки. Тихо, 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 вот сюда вот нам. Мы теперь просто-напросто бомжары. В принципе, как и были до этого. Печально все это, печально, Витас сам расстроился, похоже. Ну, правильно, он не к этому стремился, он стремился, как он и сказал, к бабам, к тачкам, к деньгам. И это у него все отобрали в одночасье, вернее, сошли. Уроды! И откуда теперь деньги брать, непонятно. Ладно, давайте, Джо, высадим. Подвинься. Приводишь прям, как моя бабушка. Тогда, наверное, до встречи. Увидимся, старина. Держись. Отправляйтесь в сторону... В старую квартиру Марти, в Ойстер Бэй. В старую квартиру. Марти, это тот чувак, знакомый. Знакомый Джо, которого завалили, когда... Да вы издеваетесь, да я выйду. Когда мы выполняли миссию по закладке бомбы в гостинице. Это его квартира, я так понял. Ладно, давайте доедем до нее, посмотрим. Надеюсь, она не очень далеко. Я не хочу ездить здесь постоянно, минут по пять рулить. Подвинься. А как здесь сигналить? Вот такси вот прям мне здесь... Нужно по-любому. Ну где эта квартира? Чё-то я кругами ездию. Осторожненько. Я и так тачку... Все тачки свои разбил. Это китайский квартал. Красных фонарей. Ну дай проеду. Успел. Ай, затаскала, затаскала, затаскала. Двери нету. Это та паскуда у меня дверь оторвала, когда подъезжали. Надо будет его найти. Преследую гонщика. Сам ты гонщик, я просто еду. Отстаньте. Блин, на хвосте повисли. Да отвалите вы от меня, какой гонщик. Откуда вы знаете, что я гонщик? Как вы докажете, что я гонщик? Ай, моя машина. Отлично, они сзади едут. Они меня догоняют еще. Все складывается просто великолепно. Поворотик. Может быть, мочится в какой-нибудь столб или в тачку? Да, они встали. Встали на повороте. Все, стоп. Ой, мне сюда вот, но... Они меня поймают сейчас. Мне нужно уехать от них. Вот за хрень. Как так-то, а? Да отстань ты, паскуда. Все? Вроде все. Могу объехать здесь? Черт. Это по мосту мне нужно будет ехать. Не смогу срезать? Да? Похоже, что могу. Так, ладно, все. Выехали мы на прежний маршрут и сейчас... ...доберемся до новой квартиры. Вернее... ...для кого-то она новая, а для кого-то... ...старая. Ну и халупа. Погнали. Ковбой! Где вход? Уууу, похоже на общагу. Сюда вот. Ну и хрень. И на гостиницу. Уууу, наша новая квартира. Наверное, нужно поспать. Вот же мерзость. Отстойник. Отстойник. Глава дведадцатая. Дары моря. О, как называется. Квартира Марти, 22 сентября, 51 год. Телефон-то здесь есть хоть? Вместе со всеми сбережениями. Были даже какие-то проблемы с полицией, но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас с Джо появился новый напарник. Все нормально, значит, все утряслось. Прошло какое-то время. Привет, Вида, это Генри. Эй. Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн-парк, поболтаем. И ствол возьми. Ладно, ну до встречи. Я сейчас хрен, что подъедем, у нас денег-то нету. Езжайте на встречу с Генри и Джо в Линкольн-парке. Ну что, шмотки давайте каким-нибудь оденем. Незамыленные. Давайте вот эти вот. Пойдет. У нас даже гаража здесь, наверное, и нету. Или есть? Нет, есть здесь гараж. Так, а какой мой? Вот этот вот, наверное. Посмотрим. Да. Давайте вот эту тачку возьму. Охренеть. Похоже на тачку Бэтмена. Ха, Бэтмобиль. Ладно, поехали. Охренеть она большая. Вау. Ну, управление, я скажу вам. Достойное. Достойное. Уу. Я не помню, по этому району ездил хоть раз или нет. Город здесь довольно большой. Ой-ой-ой, копы-копы. Это не за мной, это не за мной. Ха-ха-ха. А не того чувака-тормозоли, который их бортанул. Таксисты. Ха-ха-ха. Опля, сворачиваем сюда. Мы то есть сейчас в самом городе. До этого жили за городом. Сейчас получается так, что мы... Похоже, что вообще в центральной части этого города. Тогда зря я сказал, что это халупа. Чтобы здесь достойно жить, нужно много денег и средств. Видимо, Марти... Чего? Эта квартира досталась по наследству. Ибо откуда у него деньги? Он же только вступил в нашу банду. Прокатит, не прокатит? Побегу так. Пофиг. А, все прокатило. Миссия взялась. Вот и он. Ай, как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай. Я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клементе, конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно. Интересно. А мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит две с половиной штуки баксов. Еще тысяча за доставку сюда. И? И мы снимаем одиннадцать кусков просто за развоз по дилерам. Семь с половиной тысяч прибыли за килом. Да, но как же Фалькона? Он не узнает. А если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага. Ну если Карла единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китайозы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китайозы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром. И тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут десять кило. За сколько? Тридцать пять тысяч. А за сколько она уйдет? За сто десять. Ничего себе. Класс. Так, ну и главное, откуда мы возьмем тридцать пять штук? Есть один расставщик, еврей из палисада. Он даст нам тридцать пять, если вернем сорок пять. Получим прибыль по двадцать штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за двадцать штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вито, не будь дураком. Двадцать штук за один день. Когда? Сейчас, если мы не согласимся, Тонги найдут кого-то еще. Давай, Вито, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вито, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Я очень сильно сомневаюсь, что если были деньги бы у Вито, он бы согласился на эту работу. Это навряд ли, но выхода другого нету. Он голый, просто-напросто. Нету денег, ни хера ничего нету. Ладно, садимся, поехали. Так, все в тачку. В Бэтмобиль. Давай, давай. Вот так вот, поехали. О, да, детка. Больше газу, меньше кочек. Мы найдем, Генри. Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст он. И больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще твое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винча, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни. А потом расстрелял его в упор из автомата. А, этот? Слушай, мы же договорились, не будем. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? И футбесик. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно. Все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. А если не вовремя? Опасное дело занимать у расставщика столько денег. Может что-нибудь пойти не так, и просто-напросто нас откроют охоту. Выше будет всю дурь. Что-то здесь дверь-то закрыта, или мне нужно со двора входить. Давайте войдем, пожалуй, со двора. Вот здесь вот, наверное. Да, табличка висит. Можно было сюда прямо на тачке подъехать. А вот и двери. Привет, парни. Мэк Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Какой зализанный, а? Котик. Вот он, расставщик. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. Азучка просто классная русская. Так и скажи, зачем мне давать столько денег? Так и скажи, да? Так и давай. Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Давай, старикан. 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри. У меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент. А скорее, моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри. Но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе... Бабло! И верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Ну, давай, давай. Меня терзают смутные сомнения по поводу этой миссии. Какая-то она... Ненормальная. Поезжайте на склад Дары Моря. Погнали. А кейс у кого? У Генри? Тачку мою не угнали? Э! Нет, вот она. Все нормально. Слушайте, эта тачка прям как танк. Хринь, фар уже разбил. Прет вообще и ни по чем все. Погнали. Все, все, все. Садись. Молодец, Генри. Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Диблию? Генри, что ты? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и все, священник. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов нет шлюх и плохо кормят. Да уж, точно подмечено. Оу, я там с сорок пятого не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Упакуй, господи, ее душу. А ты че? Как добываться? На пасху. Ну, неплохо так. Блин! Первым. Беру свои слова обратно. Ад потерет в отчет. Что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Не бойся, тот же Тим. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карлов заведение. У которого всего два пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта. Подошло? О, да. Понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, Краб-дебил. Знамя такого не случится. Вот же хрень. Всех копов собрал. Я говорю, этот Бруно опасный тип. С ним лучше не надо было связываться. Проблемы. И наберемся потом. Одни раздорки будут. О, всех копов, наверное, этого городка за собой веду. Не нужно было людей сбивать. Ха-ха-ха-ха. Отстаньте. Хорошо, что ездим по таким маленьким улочкам. Ладно. Вот сюда вот, да? Ага. Все, заехал. Копы отстали. Следуйте за китайцем. Выходим. Пошли. Так, парни, за мной. Говорить буду я. Мы на чужой территории, это опасно. У нас дело к твоему боссу. Приветствую, мистер. Приветствую вас, мистер. Пойдемте за мной. Пойдем. Веселый китайский мальчик. Кейтс, осторожненько. У нас пушки-то есть с собой? Сюда сооружим нельзя. Пападос. Как мы будем обиваться? Если будет какая-нибудь мута здесь. Надеюсь, что все пойдет гладко. Что-то похоже на то место, где мы с байкерами разбирались. Чем-то похоже. Наверное, вот этими маленькими переулками. В которых мы, собственно говоря, и воевали с ними. Такс, вот эта дверь подсвечивается нам сюда. Заставка опять? Ладно. Канечува. Аривидарти, мистер. Обыскивают. Какой серьезный босс. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. Вас чемодан достаточно набит? Посмотри сам. Одиннадцать фунтов двадцатых, сэр. Тридцать пять тысяч долларов. Отлично. Унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот ваш товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм это чуть больше двух фунтов. Какой будешь проверять? Вы поняли, как они деньги посчитали? Взвесили на весах. О, мне не нравится. Какой-то он грозный. Че молчим-то все? Очканули что ли? Окей, порядок. Я рад. Следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Следующий раз. Сначала с третьим разом разберитесь, ребятушки. Валим отсюда. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Осталось совершить обмен, и мы... Вроде все нормально прошло. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на моте. Добрый день, господа. Опачки. А вот и подстава. Какие туфли. Вот же хрень. Это подстава, блин. Жесть. Бежим. Бежим нахер отсюда. Убирайтесь. Убираюсь. Валим, 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 валим. Все-таки они нас подставили. Этого стоило ожидать. Охрененно просто. Черт. Так кто-то с автомата палит. Вот они. Нихера себе расстреливают просто-напросто. Ты открыл уже все. Уходим. Нам нужно как-то выбраться отсюда. Будет месиво. Че у меня там с оружием? Не понял. Джо, чуть я не подстрелил. Давайте проверим мое оружие. Есть автомат. Отлично. Перезарядка. Вон он. Готов. Почти готов. Пошли, пошли. Ой-ой-ой-ой. Готов. Ага. Там внизу еще стоят. Где они? Мне их лучше сверху не стрелять. Чем я там буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Получи. Вроде готовы. Все, валим. Бежим отсюда. А, в автомате мало патронов. Я их уже завалил всех. Почти всех. Еще зашли. Вот ублюдки. Спрячусь сюда. Где они? Вон они. Ах ты. Есть. Есть. Я и так на чеку. Патронов мало. Патронов мало. Но там есть автомат. Готов. Классная пушка. Сносит сразу. На раз-два просто. Вон он. Есть. Перезарядка. Так, вылазим отсюда. Парни, 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 парни. Все? Есть. Мне нужна какая-нибудь тачка, наверное, чтобы убраться отсюда. А это еще кто? Ладно, Вито, поплыли. Куда поплыли? Там две машины. Найду. Сюда. Раз-два просто. С тобой. Давай, расстреляй. Расстреляй. Расстреляй Вито и всех. Паскуды. Тачки не загорятся? Пошли, пошли, пошли. Валим. Мне нужно в тачку прыгнуть в какую-нибудь. Только в какую? Мне нужно их завалить. Далеко. Готов, надо же. Мне нужна машина. В машину все не влезут. Возьму Томпсон. Может, ихнюю тачку взять? Ну, есть. Патроны кончились. Сейчас в ихнюю тачку сядем. Давайте, братва. Быстро, быстро, в машину вся. Джонни. Есть. Генри. Все в сборе. Валим отсюда. Охренеть. На такой тачке я еще не катался. Или катался. Просто цвет интересный. Очень красивый. Черный. Матовый. Ладно, не так все плохо. Ладно, не так все плохо. Прямо так, ебли. Чуть не вляпались. Какого хера? Черт. Валим. Валим, 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 валим. Они у нас стреляют. Их копы на хвосте. Все складывается просто отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дерево. Есть. А они застряли там все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Неудачники. Езжайте к складу на Эверген-стрит. Вы видели, как я о них оторвался? То есть проехал между деревьями. И все. Гоню. Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй-эй. В каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдди Скарло. Пока тебя не уберут или за решетку не загребишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал? Генри не сказал, что толкать будет он по партиями. А он сказал, просто отдаст и все. А теперь говорит, что если частями толкать, то денег больше будет. Разве что плотно этим займемся. В принципе, да. Все верно. Но это опасно. Мы будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Витобран. Давайте просто доживем до вечера. А потом все будет в ажуре. Ооо, в ажуре, в ажуре. И так мы проблем что-то торможу. Ха, очканули? Я нормально водил, а не бойтесь, братва. Все на мази. К нам сюда. Вот здесь вот я ни разу не ездил. Домики такие, холупки просто страшные, некрасивые. А деньги-то у нас остались. Вернее, не деньги, а мука. Осталось, что ли? Я думал, может быть, там кто их сбросил случайно. Это было бы херово. Но нет, осталось. Ибо, если бы не было белой смерти, мы бы ничего не продавали. Привет, парни, как дела? Ээ, заходи. Ээ, уходи. Уходи. Ооо, козяк. Ооо, забористая штука. Охрененно. А все, уже толкнули. Мы это сделали. Мы сорвали банк. Эй, эй, не гони волну, еще не все. Как не все? Ты такой мрачный, Генри. С каких пор деньги тебя не радуют? Вот, расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. Ну, бабло. Е. А, все, они толкают. То есть мне ехать никуда не нужно. Через заставку мы сейчас с вами все увидим. Тачку, что ли, сменили? Да, сменили машину. У них деньги появились. Почувствовали красивую жизнь. Вот так вот поднялись они быстро. Видимо, продолжили работать с китайцами. Охренеть. И дело пошло у них. Значит, не они подставу устраивали. Ясненько. Все больше бабла. Все больше красивой жизни. Опачки. Так, скопы. Сейчас он в Джоне разберется со всем. Здесь по идее должна быть музыка, как вы понимаете. Но ее нет. До свидания, господа. Все решено. Все бабочки решают. Вот так вот. Все легко и просто. Наши ребятки, смотрите, приоделись. Костюмчики новые. Баб сейчас будут брать. Легко и просто. О да. До свидания. Вот наша тройка молодцов удальцов. Отлично. Наконец-то. Опять бабла много у Вито. Сохранение. Глава 13. Да хорошо, что так быстро. Явление Даракона. Квартира Джо. 24 сентября, 51 год. Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джо. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, джена. Хочешь ко мне? Эй. Тут и втроем можно. Ха-ха-ха. Втроем можно. 500 баксов. Это мне что такое дали? Э! Джо! Скотина! Открой дверь, я тоже хотел зайти. Ах, ты сволочь. Чё делать-то? Тёлочки. Телефон. Всё, у них жизнь наладилась. Всё классно. Всё хорошо. Балаганчик Барбара. У вас деньжата, у нас девчата. Ха-ха-ха. Это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за свои доли. Эээ, сколько? Шестьдесят. Чёрт, так много! И что нам делать? Не знаю. Нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно. Сейчас буду. А вы чё, ещё долг Бруно не отдали? Вот вы, конечно! Отправляйтесь в Линкольн Парк. Слушайте, ну мы здесь сохранились. Миссия была просто отчуменная. На этом пока закончим. Продолжим мы с вами, как всегда, в следующих частях. Как же быстро здесь глава проходит. Очень быстро. С вами был, как всегда, Турбо-Ёжик. Поддерживайте лайками прохождение мафии. Подписывайтесь на канал также. И ждите продолжения. Мы ещё услышимся. Пока!